У меня распредвалы установлены, болты крышек распредвалов затянуты и теперь мне нужно установить ремень ГРМ. Не ремень, а цепь ГРМ. Вот она, цепь. Вот как они говорят? Меток тут никаких нет. Форд метки не делает. Просто по самому опыту знаю, что вот эти вот кулачки должны быть вверху. Опять же вопрос, вверху здесь или вверху, когда на 180 градусов повернем, они могут быть немножко как бы внизу, но клапана в это время свободны. Для этого Форд предусмотрел вот здесь вот, вот здесь в распредвалах, вот в этих распредвалах, вот такие вот прорези. Вот если они стоят, эти прорези, правильно, то пластина, ну в данном случае я использую старый штанг-лициркуль, вот видите, как входит. А если вот этот распредвал прорезь стоит неправильно, она туда и не войдет, пластина. Она должна быть калиброванная, например, толщиной. Я замерил эти проточки, у них по 6 миллиметров, но если мы пластину будем вставлять, она ляжет вот сюда, на край головки и толщина ее максимум 5 миллиметров будет. Ну у меня старый штанг-лициркуль, по-моему, 4 миллиметра толщиной, но даже он не лезет. То есть мне нужно сейчас вот этот вот распредвал выпускной повернуть на 180 градусов, чтобы он залез. Вот сейчас я продемонстрирую, как это будет выглядеть. Специально не прерываю видео, крутим. Ключом на 23, ну блин, на 23-то на 23, но идет, залазит он на шестигранник туго. Так, вот он встал. Вот если отсюда посмотреть, еще раз, если вот отсюда посмотреть, вот видите, сейчас чуть-чуть подверну. Вот так, вот он. Видите, они не ровно по центру эти прорези, а именно специально сделаны немножко со смещением, чтобы не перепутать. Ну вот, вставляем сюда пластину. Сейчас я поищу пластину, хотя можно и с этой пластиной, потому что люкс небольшой, если что, цепь не совпадет. Лучше, конечно, нормально найти пластину на 5 миллиметров. Вот этим ключом, как бы, немножко можно будет, когда я буду сейчас цепь устанавливать, один из предвалов, чтобы звездочки совпали с цепью, немножко туда-сюда двигать. Это сделано специально было. Перед тем, как устанавливать цепь, нужно установить вот этот вот успокоитель, справа, если смотришь на звезды механизма газораспределения, а вот этот вот натяжитель, его нужно устанавливать будет вместе с цепью, потому что он настолько плотно вот здесь вот подходит к звездочке, что цепь, если я сейчас буду ее надевать, она просто сюда не пролезет, мешать будет успокоитель. Хотя, хотя, наверное, нет. Сейчас посмотрим. Вот я его отодвинул, сейчас буду устанавливать цепь. Так. Вот она цепь. Одеваю сначала на верхние звездочки. Вот про что я говорил, видите, чтобы она, вот эта цепь была вот так вот натянута, но она не садится сразу. Я ключом, вот, немножко как бы пошевелив этим ключом, я звездочки, эти звездочки совпали со звеньями, и теперь продолжаю устанавливать дальше. Завожу эту цепь вот сюда, под низ, под эту звездочку. Вот она зашла. Теперь я одену ее внизу, потому что потом ее будет вон там внизу видно. Вот. Как бы вот так вот. Ага, не тут-то было. Сначала низ надо надеть. Вот, отдел я низ. Хреном там одной рукой не получается. Вон там я внизу одел сначала на нижнюю звездочку. Ну, так бы как бы накинул. Вот. Верхняя звездочка еще не совсем накинута. Накинута. Вот я ее плохо одной рукой, но хочется снять. Все-таки сам процесс показать. Оп. Вот она. Вот она. Делась, видите, здесь ровно. То есть не провисшая. Более-менее ровно. Здесь она идет по натяжителю. О, здесь вот она идет по натяжителю, а здесь по успокоителю. Вот. Попробуем натянуть. Вот он. Вот так вот натягивается. Все четко, четко подходит. Теперь будем устанавливать натяжитель цепи. Вот этот вот натяжитель я сюда засунул. Вот видите, как он ходит. Ну, как засовывал одной рукой, ну, невозможно было снимать и суть. Поэтому, кто ремонтирует меня поймет, кто своими руками делает. Вот. Один болт я здесь наживил. Болт на 6. Ключ, которым закручивается на 10. Вот второй болтик. Вот второй болтик наживляю. Вот. Сейчас наживлю. Затяну. И буду выдергивать вот эту вот чеку. Выдерну. Отсюда выйдет шток подпружиненный. Вот он натянет цепь. А с той стороны, с той стороны, к каналу подходит, масляному, который будет еще давить, как бы, давить вот эту вот натяжитель, вот эту металлическую часть его, сверху пластик. И цепь, ну, по, как сказать, производитель, по задумке производителя, должна все время быть в натяжном положении. Если цепь растягивается, вот этот натяжитель будет болтаться. И, естественно, цепь будет перескакивать. Ну, вот примерно смысл такой. Вот место, где прикручивается натяжитель, его необходимо протереть. Вот. Но у меня нету третьей руки, чтобы показывать и протирать. Вот. А вот там он, вон он отверстие. Это масляный канал, который наполняется и давит на сам натяжитель. Пришлось мне открутить второй раз натяжитель, потому что, когда стал затягивать вот эти вот два болтика, такой характерный хруст, как будто под ними, под болтиками или под самим натяжителем, песчинки. Ну, я так подумал, что если песчинки... Сейчас нет этого хруста. Если песчинки хрустят, значит, может остаться щель, в которую будет подтекать масло. Вот пришлось еще раз разобрать. Теперь берем и вот этот вот, вот эту вот скобочку, вот эту вот скобочку. Блин, ну до такой степени нет. Сейчас покажем сверху. А вот этот вид сверху установленный заново и натянутый при помощи натяжителя цепи.